Сегодня ездили на романтическое свидание. Дим, расскажи мне, пожалуйста, там на романтическом свидании прошел разговор про то, что у тебя мама сейчас в Томске. Нет, она только собирается. Собирается в Томск. Да. И ты туда тоже собираешься, как бы, да, вместе со своей женой Ольгой для того, чтобы познакомиться с родителями. Да. Я так понимаю, Ольга против Томска, да? Нет, я тебе объясню немножко по-другому. Ну, мы, наверное, дня четыре назад с Улей разговаривали, что мы хотим полететь во Владивосток. Ну, как-то наладить мосты, да, чтобы с мамой поговорить, и потом, если будет возможность, то маму привезти сюда на несколько дней, да, чтобы она, как бы, и Олю получше узнала, и вообще целостности проекта. Короче, это схема не получается, уже все понятно. Да, схема это не получается, получается, мама сейчас едет с папой, получается, в Томск, к родителям. И я Оле предложил, давай, зачем нам лететь за 9 тысяч километров, да, в Владивосток? Если можно поближе, да, сюда, там и есть бабушка. И что же Ольга тебе ответила? Я подумаю. Она сказала, что, ну, я подумаю, ну, я хотела во Владивосток, потому что там и мои родители, там, и я хотела и вещи какие-то взять еще, там, 5-10-е. Ответ был однозначным. Ну, вот как-то так. Я не полечу в Томск, потому что если мы с тобой там разругаемся, не наладим отношения с мамой, то что мне там делать, куда мне бежать? Я туда не хочу. Нет, ну, немножко по-другому было, конечно. Ну, я просто начала с того, что я в Томск ни разу не была, я вообще не знаю, как там, что там, мне там нет родственников, ну... Оль, ты и в Дубае когда-то ни разу не была, но быстро как-то сориентировалась. Я там много раз была, поэтому уже там, как своя, привыкла. Ну, да. Потрясающе. Мы прилетаем, и нас сразу же узнают. Ну, как наш дом, ну, правда, туда хочется возвращаться, если там была раз 5-10. А в Томск не хочется? Ну, я там ни разу не была, я не знаю. Да, конечно, ну, что, что, лететь-то раз ни разу не была, действительно. Не на Мальдивы же мама прилетела. Там, да, свежий воздух, сметанка, творожок, все домашнее, там, яички домашние. Притом, что мама говорит, прилетайте. Да, мама говорит, прилетайте. А я вас жду. Точно она это говорит? Да, она говорит, прилетайте. Просто я как бы вижу... Мама говорит, прилетайте, я вас жду. Есть уникальная возможность с мамой, наконец-то, помириться. А ты сейчас, чтобы мама... Ты сейчас хочешь, чтобы мама услышала, что там деревни, и ехать ты туда не хочешь, понимаешь? На сметанку да на творожок. Тебе это не нужно, ты же городская. Ну, и что мама после этого скажет в очередной раз? Ну, я не знаю. Так а в приоритетах что у тебя, Ольга? Познакомиться с Диминой мамой. Так если у тебя это в приоритете, так езжай в Томск тогда. Сделать свои дела во Владивостоке тоже. Все как бы, да, ну, убить двух зайцев. И тут как бы в деревню ехать. Ну, где мы как-то на рыбалку съездим там. В Томске на деревне, что ли? Нет. В деревне бабушка. Бабушка в деревне? В деревне. А они поедут в деревню. А будут, мы прилетаем в город, родственники. Я говорю, где мы будем жить в частном доме? Где это? Это частный дом. Бабушка живет в частном доме. У нее корова, у нее там свиньи есть. Ну, дом, Оля, есть. А в городе дяди живи вот там это. Очень гармонично будешь. Ну, ты чего это? Пойдешь, воду натаскаешь из колодца. Как там бабушка? Ну, конечно, конечно. Ты что, в деревне никогда не была? Ну, была в детстве. Не знаю. У нас тоже есть дача, бабушка мне брала с собой, я помню. Ой. Может, дождаться августа уже, полететь в августе. Я ей просто говорю, за место брендовых твоих, это, басаможек каких-то, ну, оденешь там, это, сапоги. Нет, ребят, в приоритете что? Вы говорите, познакомиться с мамой. Что мы обсуждаем вообще не правильно. Не нравится, не смотри. Дима, почему ты не можешь настоять в этом вопросе? Я сейчас не поняла. Не, понимаешь, я хочу, чтобы, не хочу на нее давить. Я хочу, чтобы у нее тоже было... Почему ты заранее настроен, чтобы тебе бежать из Томска придется, Оль? А я не знаю, почему. Вдруг мама не примет, вдруг мама что-то там наговорит, и она вот за это переживает. Я не знаю, кто меня поймет. Это нормально, у меня переживает. А с мамой, если ты только каждый день по два часа переписывается, и не нормально. Уже отношение наваляло. Просто мы переписываемся, мы дружим, да. Вот недавно Вера позвонила маму. Но ехать я к ней боюсь. Она как-то вот все равно говорит, что я не вижу, что вот Оля уважает моего сына. Ну так вот, а ты тем самым и показываешь сейчас то, что ты не уважаешь, реально. Прямо что-то. Съезди, мы приедем сюда. А надо в сентябре рванем туда, ну, уже в Владивосток. Да не получается у нас, я в Владивосток-то не вижу свой город. И я не вижу, и что, и я. Нафиг он не сдался. Там Колчак останавливался. Не сдался мне этот Томск. Я так не сказала. Я тебе еще раз говорю. Родные зимы живут в этом городе. Понимаешь, мы... И в Владивостоке тоже мои родные живут. И что, и что, и там летишь. Давай в Владивосток следим и в Томск. Что за позор? Оль, ты что, мы деньги копим на хату с тобой. Давай играем в транжире, и все сейчас, и туда, и сюда. Ты знаешь, что моя бабушка в больнице лежит? Ты знаешь, как мне важно ее увидеть? Я этого не говорю. Секунду. Бабушка у тебя сейчас в Уфе. Секунду. Бабушка в Уфе, она болеет. Болеет. Секунду. Секунду. Не надо смеяться. Бабушка в Уфе. Вы что, шоки? Слушай, мрази. Слушай, секунду, секунду. Она в Уфе на данный момент. У нее со здоровьем сейчас она неважно себя чувствует. Ой, что ты на одеяло опять на себя перетягиваешь? Я хотела бабушку увидеть и маму Димы. Ты увидишь, я договорился с ведущей. Ты свою маму видела на свадьбе. А Диминах родителей вы не видели давно, и он свою маму тоже хочет увидеть. Она не приезжает в космосе. Почему опять ты в приоритете? Хорошо. Полетели к твоей маме. Ну я тебя там устрою, понимаешь, что ты так называешь? Мне там устроят, Кузькину мать. Никто тебя не устроит. Бабушка, мечет на меня голос повышать. Еще и мама твоя будет меня отчитывать. Никто не будет. Мать, ну ты что такое говоришь? Ну ты что такое говоришь? А я должна быть одна там и убиваться просто. А я для чего у тебя? Подожди, я же у тебя есть. А ты мимо. Ну ты кричишь на меня. Да закройте вы рот свой. А ты не реагируешь. Паршланки, пацанки. Неудачницы. Я тебя сказал, слышишь. Ну ты чего? Ржун, блин, стебут. Ты чего реагируешь? Я у тебя есть. Ну ты что, вместе полетим? Я тебя очень безумно люблю. Давай, Захарья. А ты знаешь, как я хочу полететь из твоей мамы познакомиться. В песни, как тычин, как буду объяснять, как вчера там один из психологов. Дима рискует оказаться обслуживающим персоналом на всю жизнь. Объясню почему. Есть вопрос приоритетов. У Оли почему-то все вопросы, которые решаются, контрольные там, вопрос семьи, свадьбы, еще чего-то, они делают так, как хочет Оля, а Дима уже всегда, всегда, абсолютно всегда подстраиваются по ситуации. Оля конкретно говорит, мне надо слетать во Владик, потому что там надо шмотки отвезти и другие забрать. И с мамой мне надо моей перетереть, потому что мою маму я реакцию знаю, а Диминых родственников я не знаю. Вдруг они ему что-то плохое скажут, и он выйдет из-под контроля. Как я буду дальше жить с неподконтрольным мужиком? Все очень просто. Муж, мама, себя. Все очень просто. Что ты несешь? Так ты сейчас сидишь, говоришь, я прилечу в Томск, я там буду одна, а он кто? Да мне тысячи нужно забрать, чтобы не покупать, мы копим на жилье. Да, нам каждая копейка на счету. А он хочет маму увидеть, которую Бог не видел. И я хочу тоже увидеть. Мама у него после операции, ты увидела на свадьбе, он свою маму после операции ни разу не видел, эгоистка. Да, я эгоистка? Ну конечно, Оль. Да что вы говорите. А почему ты не сядешь и не обнимешь своего мужа, не скажешь, Дим, тебе сейчас нужнее. Я сказала, что я ничего сидим к маме. Тебе сейчас нужнее, мы твою маму не видели, она на свадьбу не приехала, мама после операции. Давай поедем, купим подарки, привезем мамочки в Томск. Конечно же купим. И цветы, и подарки. Да это мы знаем все про, конечно же, да. Да конечно, чего вы не знаете. Надо до сих пор эти розы забыть не может. Что, наступуйся. Оль, зато я знаю, когда сегодня ты сюси-пуси на камеру, а камера выключается, ты его обкрыла, понимаешь? С ног до головы. И он тебя тоже. Не было такое. Потому что он неправильно сфотографировал. Вранье. Ну что, Мисаковая, прошу тебя сюда умоляю фотку сделать. Все, вы захотались, я сказал, захотались. Просто умоляешь сделать фотографию. Синий на. Надо молчать. Надо все молчать. А так я тебе прошу, ты говоришь, я не хочу, я не буду. Надо молчать делать и не орать. Нет, ты орешь. Убери, орешь. Хватит, все. Я говорю, ну вот фотографируемся. Не захотелся фотографироваться с едой. Какие маты, что вы врете? А, то есть это не маты. Он сказал, говорю, не я. Ты не хочешь мним своего мужика считаться абсолютно. Он говорит, не хочу и не хочу. Что ты в него докапываешься? Я уважаю своего мужчину. Да это только на словах уважаешь. Оля, ты что здесь при всех? Сиди, сказал. Летим к твоей маме. Все, я не хочу. Послушаем мнение и потом полетим, когда вы паспорт. Меня отчитывают. Меня тоже два года отчитывали здесь. И что? И меня тоже. И сижу, и нормально. И проституткая шармана, которой я не являюсь. Ой, Оль. И тебя кем выставляли? И что? Они кем являются? И что? Я как-то их трогаю, плохо сделали, что? Это наша жизнь, наши отношения. Оля, Оль, Оль, мы пришли на телепроект Дома 2. И я знаю, как себя вести. Секунду. Мы пришли на телепроект Дома 2. Мы все обсуждаем любую тему здесь. Мы, ребят, они на все. Да мне нельзя нервничать. Мы к детям готовимся. Оля. Оля. Ты чего? Что ты завелась? Обещала мне, что не будешь? Никита. Мне кажется, что Оля рвется во Владивосток не с бабушкой своей общаться. Действительно, две недели назад она виделась с бабушкой. И не за вещами, которые можно передать через почту. Мне кажется, Оля хочет смотреть владения. Она недавно стала женой Дмитрия. Дмитрий ей сказал, что у него есть квартира. Его квартира, которая ему принадлежит. И Оля хочет увидеть эту квартиру. Потому что очень сомневается, что она его, во-первых. А во-вторых, если она его, то хочет сделать так, чтобы бабки от квартиры каким-то образом не шли его сестре. А шли непосредственно им в семейный бюджет. Ведь они копят на свою квартиру. А может быть и продать заодно эту квартирку. Но добавка к семейному бюджету-то нехилая получается. Так они-то копить сами понимают. Ну сколько они будут на эту квартиру, откладывая по 40-50 тысяч в месяц. Нет, Оль, не мое. Что ты оскорбляешь? Верно, твое. Твое собачье дело узнать, есть у Димы квартира или нет. Это как бы логично. И знаешь что, Оль, я тебя в этом поддерживаю. Ты должна знать, что есть у твоего мужа. А он должен знать, что есть у тебя. Странно, что вы еще не знаете, а уже в браке. Но однако, как бы, все логично. Итак, Дим. Вот у тебя сейчас есть уникальная возможность сделать наконец-то так, как ты хочешь. Тихо. Почему все время в приоритете? Олины родители, Олины хотюнчики, понимаешь, все Олина. Причем тут любишь, не любишь. Дело не в этом. Дело в том, что ты действительно не видела свою маму. Она тебя не обняла как сын, не благословила, не поздравила тебя свадьбой. Это нормальные вещи. Вы все время нам тут цветочками, ромашками посыпаете, понимаете, и лютиками. Рассказываете о том, что как твоя Ольга две недели уже с мамой переписывается. Но по факту достал вопрос лететь в том, что ближе. Что действительно можно там прийти, с запарным молочком познакомиться. Оль же так здоровья хочет, понимаешь, для себя, для будущих детей. Это все на словах. А каждый раз слова все время с действиями расклеиваются. Не совпадает, когда красивая картинка на 60-м этаже ресторана, а потом мат-перемат, как только камера выключается. Понимаешь, вот это все не совпадает. Посмотри, сколько всего уже накопилось. Разгребай, Димон. Это твоя задача. Ты же муж теперь. Ты же муж теперь.